Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем рубрику закуски. Несколько дней назад мы приготовили болгарскую брынзу. Офигительный сыр, кстати. Если интересно, посмотрите в описании данного ролика. Я оставлю ссылочку на видео, как мы его готовили. Готовится в домашних условиях, поверьте, вы не пожалеете. Ну а сегодня в формате рубрики закуски я вам расскажу, как из брынзы приготовить просто потрясную закуску к вину. Это настолько классно и круто. Попробуйте и, опять же таки, вы не пожалеете. Кстати, такую закуску можно готовить не только из брынзы. Можно готовить из камобера, из бри, из сыра халуми. В общем, из всех сыров, которые не очень плавятся. Но в данный момент мы поговорим с вами именно о брынзе. Ссылочку на текстовый пошаговый рецепт, а также все ингредиенты найдете в описании видео. Ну и, как вы догадались, нам понадобится брынза, также панировочные сухари и куриное яйцо. Помимо этого, греческие орехи и мед. Друзья, и вот тут вот вместо меда можно использовать совершенно любое варенье. Главное, чтобы оно было бы из ягод и как можно гуще. Можно использовать вишневое, можно использовать малиновое. Мне почему-то больше всего нравится с медом. Нарезаем брынзу брусочками где-то по 1,3-1,5 сантиметров. Ну, конечно, я не меряю рулеткой, тем более штангель циркулем. Примерно вот так вот. И вот такие вот кусочки. Красота! Яйцо взбиваем вот так вот вилочкой. Получается у нас такой лизончик. На разогретую сковороду наливаем масло. Наливаем масло в таком количестве, чтобы на половину толщины нашего сыра этого масла хватило. Масло хорошо разогреваем температурой градусов до 200. Обмакиваем сыр в яйце. Хорошенько. После этого также хорошенько в панировочных сухарях. И на сковородку его. Обжариваем с каждой стороны секунд по 30-40. Через 40 секунд переворачиваем сырок на вторую сторону. О, красота какая! Ну, мы их по очереди запускали, по очереди и переворачиваем. Это уже невменяемо вкусно выглядит. Снимаем сыр и помещаем его на тарелку, застеленную бумажной салфеткой. Главное приготовить хорошее сухое вино, ну или полусладкое. Готовый сырок поливаем мёдом или вареньем. Лариса, жирненько поливать? Я люблю жирненько, когда много мёда и варенья. Вот так вот. Это мало. Мне кажется, это катастрофически мало. Как там профессиональные повара? Вот так вот делают. Я так не умею. Ладно, хватит. А то Лариса мне уже кивает. Кивает, что мёда много. Посыпем теперь эту красоту толчёными орешками. Кстати, можно разные орехи использовать. Ну что, друзья, будем пробовать. И я сейчас задал себе сакраментальный вопрос. Что я больше хочу? закусывать вино жареным сыром или запивать сыр вином. Внутри сыр подплавился. Но брынза не очень плавкая. Она такая мягенькая. И вот она не потекла. Она такая стала мягкая-мягкая. И вкусная-вкусная. Ваше здоровье! Друзья, не это ли наслаждение? Слабосольная брынза с хрустящей корочкой от панировки. При этом размягчённая, но не потёкшая внутри в сочетании с сухим красным вином и с мёдом и с орешками. Вы не представляете себе этот букет. Обязательно попробуйте сделать эту штуку. Я сейчас не дождусь. Так хочется его слопать, что просто надо отснять и сразу же эту тарелку уничтожу. Она нереально вкусная. Я обычно говорю, если у вас остались вопросы о приготовлении данного блюда, задавайте их в комментах. Думаю, вопросов у вас не возникнет. Но после того, как вы попробуете, обязательно напишите. Друзья, это такой просто фейерверк аромата, вкуса. Это настолько классно. В общем, попробуйте приготовить. Вам обязательно понравится. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. Сыр-то тоже попробуйте приготовить брынза. Она готовится очень легко. Именно болгарская брынза. И она отличается от кавказской брынзы. Это потрясный сыр. Друзья, спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.